Друзья, всем большой привет! Сегодня я с прической сонного Элвиса в совершенно непонятном вообще состоянии, на улице жара. Но сегодня мы говорим не о жаре, я сегодня хочу поднять тему некоего противостояния печатных текстов, статей, литературного творчества, просто такого, знаете, печатного именно блогинга, а также видеоблогинга, непосредственно съёмки видео, YouTube, Dzen и так далее, вне зависимости от того, какую платформу вы используете для публикации своего творчества. Когда-то, ну, достаточно давно, меня в комментариях спрашивали, кем я себя считаю всё-таки видеоблогером или писателем, и чтобы я для себя предпочла вообще априори, то есть писательство или съёмку видео. И помню, что я тогда ответила, что, ну, даже несомненное писательство, то есть это то, с чем я выросла, это то, что всегда меня подпитывает. Ну, да, чем старше я становлюсь, наши взгляды меняются, мы прекрасно понимаем, что там три года назад мы были всё равно другими людьми, но времена меняются, мы меняемся, что-то познаём, от чего-то отказываемся. В общем, ребята, я сегодня вот на настоящий момент, на текущий свой период жизни, я признаюсь вам, что я очень люблю миксовать вот эти два вида. Но это даже не вид, это формат, это тот формат, в котором мы выкладываем, в котором мы обравляем наше творчество, наш контент, и который потом представляем для аудитории. И я просто немножко проанализировала последние годы вообще моего творчества, и блогинга, и ютуба, и писательства, книги, короче, всё-всё-всё. И поняла, что во многом я предпочитаю формат от собственного внутреннего состояния. То есть то, что происходит в моей жизни, то, что происходит у меня внутри, оно вот просто прямо влияет на то, что я предпочитаю. Приведу совершенно дурацкий пример. Вот сейчас, сейчас очень жарко, говорить очень тяжело, как и вообще что-то делать. И у меня прекрасно идут печатные тексты, потому что особо, знаете, напрягаться не нужно, разговаривать не нужно. И много свободного времени появилось, потому что с собакой намного гулять не надо. Они не могут, они просто не могут. Я давечу просто минут 10 их заставила погулять вечером. Им очень трудно, очень тяжело им в эту жару, но не суть. Но печатные тексты, вот я в Дзен выложила несколько статей, на сегодня запланировала заранее один материал. И, вы знаете, очень хорошо пишется. Видео совершенно не снимаются, несмотря на то, что у меня в моем загажничке, в моем загажничке, в моем дневничке, ну, целый большой список тем, которые я хотела бы осветить, и запросы мне люди оставляли. А вот просто, вы знаете, ну, нет сил, и просто язык не поворачивается разговаривать. Я сегодня сделала над собой усилие, поняла, что не могу оставлять своих подписчиков без видео надолго, но, в любом случае, друзья, если я не снимаю видео, там, ну, максимум неделю, я обычно не делаю сейчас такие большие перерывы, то, пожалуйста, заходите в мои два блога над Дзен. Я рассказываю о том, о жизни со своими двумя собаками, делюсь вообще впечатлениями о жизни в городе, на городской окраине, и также второй мой литературно-творческий, совершенно рандомный, философский, я говорю там, можно сказать, все обо всем. Я пишу там, вот, то есть я никогда не делаю перерывы в творчестве, то есть вообще, то есть я вообще ничего не делаю. У меня такого не бывает, потому что творчество — это вся моя жизнь. Но вот сейчас я понимаю, что я не могу сделать какого-то конкретного выбора, что я предпочитаю. Вы, кстати, могли заметить, что последнюю неделю я выкладывала видеоролики на этот канал практически каждый день. И спросите, да что с ней такое вообще, с ума сошла? Не с ума сошла, но просто вот накрывает, вы знаете, так много новых каких-то событий в жизни, впечатлений. Вот хочется поделиться, хочется рассказать. Просто, да, знаете, просто вот посидеть перед камерой и пообщаться с людьми, которые могут тебя понять, могут тебя послушать, высказать свои какие-то мысли на этот счет. Ну да, как посидеть за чашкой чая с единомышленниками. Вот бывает так, что мне вот хочется поговорить. И не вижу в этом, на самом деле, ничего плохого. Другое дело, что я заметила за собой, что если я выкладываю видеоролики прям всю неделю, там вообще каждый день прям из меня прям рвется вот этот поток вдохновения, то чаще всего это является предвестником, знаете, как есть затишье перед бурей, а есть такая буря перед затишьем. Значит, потом я какое-то время сделаю перерывчик. Ну, наберусь снова вот этой вот эмоции, энергии какой-то накоплю, а потом снова вам ее дам. То есть вот это я за собой заметила. И сейчас понимаю, что я не хочу делать выводы. Я вообще с возрастом становлюсь не такой категоричной, как раньше. Наверное, старею уже. Мудрость какая-то просто приходит. Я очень перестала, я перестала быть вот таким закоренелым максималистом. Я не хочу видеть во всем черное и белое, вы знаете, и всегда стараюсь как-то балансировать. Но в том плане, что не навешивать ярлыки, вы понимаете. И чем ты юнее, чем ты моложе, тем чаще ты хочешь причислять себя к чему-то, к какому-то определенному образу жизни, мышлению, субкультуре, до чему угодно. Вот чем мы моложе, мы чаще склонны к этому. Потому что мы хотим объяснить, ну, найти, знаете, какое-то место под солнцем, каких-то людей, может быть, пристанища, где нам будут рады, где нам помогут объяснить, найти ответы на наши вопросы. Ну, тоже такая, да, философская тема, сейчас я очень сильно уйду. Но в любом случае я бы хотела вам, какой я посыл вообще веду, ну, в том плане, что, друзья, я всегда творю, просто есть два формата. Это писательский формат, формат статей, такого writing, blogging, я не знаю, писательского blogging, а также у меня есть литература, которую я, в принципе, пишу всегда, моя поэзия. Это всегда есть, это просто моя жизнь, и я никогда, вот в этом плане я могу употребить слово никогда, я никогда не смогу без этого жить. Я никогда от этого не откажусь. Ну, то есть вот это постоянное, знаете, миксование двух форматов, мне кажется, оно для меня сейчас наиболее, наиболее оптимально. Напоследок я задам вам такой вопрос, который, может быть, позволит мне улучшить качество контента своего на всех моих площадках. Расскажите, пожалуйста, что на моем канале или в моих двух блогах на Дзен, вообще на всех площадках, что я веду, какие, может быть, темы или тот же формат, да, что вам вот ближе, лично вам, вот только вам. Не смотрите на других, вы меня ни в коем случае не обидите, потому что я прекрасно понимаю, что вкусы у всех разные, у меня тоже есть свои вкусы, бывает такое. Вот что вы чаще всего смотрите на моем канале, или, быть может, ждете каких-то, какого-то определенного контента. Напишите, пожалуйста, в комментарии, буквально пару строчек, мне нужно расписывать много, я ценю ваше время, и благодарна за то, что вы просто посмотрели этот ролик и поставили ему пальчик вверх, этот минимум, который очень многое для меня значит. Поэтому, друзья, все. На этом я завершаю свой ролик. По-прежнему я призываю вас подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Также у меня есть два блога на Дзен, один посвящен моей жизни с двумя овчарками в большом городе, второй литературно-творческий, ну и, как всегда, моя платформа на Литнет, где пока, конечно, всего два романа выложено, но я... у меня так много... так много, блин, этих романов, так много поэзии, нужно просто вот как-то сесть и все разом выложить, а то люди думают, что я всего две книги написала, и на этом все. На самом деле всего очень-очень много. Поэтому вот так. Все, друзья, до встречи. Очень скоро увидимся в следующих роликах. Пока-пока.